19 января вроде как потеплело вот видите просень между тучами а там тучи январь называется просенец ну что вперед на прогулочку вчера я окунался в купель что хочу сказать я как-то дело было давно решил обливаться как порфирь корнеевич советует иванов два ведра воды и вот знаете внутреннее такое сопротивление было вот вроде неохота не охота это сделать а когда облился ничего сложного нет нормально себя чувствуешь но такое чувство наверно где-то вот если не полтора было вот не хочется обливаться об этом как-то стало все равно естественная и в купелях какие были по дороге от каменс когда москвы посещал прощенный колодец задонск великолепная купальня в подмосковье и мяч эти источники зимой и летом все хорошо как-то даже это особо уже не было каких-то сомнений в уме ну важно важно не дозу не превысить то есть дозировка везде должна быть помню радонеж это такой населенный пункт где родился сервера донежский и вот там как раз приехали с 18 на 19 ночь мороз где-то за 20 небо все ясное в алмазах звезд раздеваемся в основном я кто-то купался кроме меня и я туда только раз опускаюсь там две купели одна сделали домик закрыта а другая открытая подальше вот я открытый потому что очередь была закрыта выхожу только опа пошел а ноги стали примерзать я чувствую что пока тут ты оденешься ты можешь ступнями примерзнуть поэтому я бросил уже не помню что там то ли полотенец то ли еще какую-то одежду на нее встал ногами то есть желательно где-то рядышком раздеться и быстро рядышком одеться что еще у меня было вот она сама купальня сама купальня я здесь неоднократно окунулся обрезаем обрезаем на видео ну как искупаешься о унесся замечательно ох селищу дает мать световодица ох и дает она селищу прорубь и сразу вылезаете было опять так это все давно было тот 18 суточный голод который я часто привожу первый такой длительный голод который я провел зимой во время которого я обливался утром и вечером не понимая что тем самым я привозбуждаю жизненный принцип ветра появились такие аж где обливался наледи ну такие вот после того как обольешься в дом по дому бегаешь а вот такое выражение шкура шкура горит то есть вот она из-за холода из-за частых таких воздействий она начала вот после этого обливания но действительно такое впечатления как будто она горит кожи и шелушится то есть это сильно переразбуждение жизненного принципа ветра что делать вообще-то не надо и вот я вчера окунулся как-то я уже это для меня не проблема то есть никаких там особых настроек еще чего-то я уже ничего не применяю поставил камеры и полез и все хотя хотя знаете вот это вот все конечно с камерами она несколько отвлекает тебя от того что надо делать хотя бы там что-то надо сказать хотя бы там какой-то там такой небольшой настроить хотя бы что-то сделать тогда совсем по-другому пойдет вот ну и что я вспомнил были такие давно давно забытые но хорошо в свое время прочувствованные ощущения вот это вот кожа слегка загорелась долго было идти от машины к проруби этой раз слегка ноги под замерзли два а потом положительные моменты ночью вот у меня как-то давненько уже не было когда идут энергию в ноги ступни ног они начинают гореть ступни ладони такое бывает на голоде ну и когда такое самочувствие хорошее когда все у тебя пробито там циркулирует нормально и вот я опять это ощутил ночью ступни ног теплые аж даже знаете горячие где-то гудят ладошки тоже энергетика знаете так сказать нормальненько прошла хорошо хорошо главное все должно быть в охотку и и в меру вот эту меру надо соблюдать в противном случае можно застудиться и потом и потом страдать всю свою жизнь на эту тему я значит расскажу вам следующее я хоть перестал так активно читать но активно смотреть на ютубе тем более сейчас там появилось очень много всевозможных рассказов видео а вот это я если я раньше на ночь ляжу почитал там пол часика часик так все это расслабился утомился и оп спишь то теперь я что-то также посмотрел пол часика часик а то и больше и спать так вот меня интересуют такие достоверные факты из жизни ну как как бы сказать великих или замечательных людей например брежнева почитал вернее посмотрел сталина и вот интересный такой факт приводится отец у сталина был очень ревнивый очень так сказать недовольный жизнью постоянно какие-то мысли у него возникали что это не его ребенок а его жена нагуляла от кого-то и поэтому плохо относился и однажды посреди ночи зимой он поднял Сталина с кровати ребенка и выставил на мороз на всю ночь и вот диктор подчеркивает что после этого Сталин и зимой и летом носил шерстяные носки то есть можно разок застудить организм застудить какую-то часть его допустим стопы ног колени грубо говоря голову уши шею и потом страдать этим всю оставшуюся жизнь вот так я вам скажу насчет закаливания так примерчик я знаете сразу все это на свой манер беру перевожу объясняю дополняю скользота сверху смешно пропал в